Здарова! Недавно сделал пост во вкладке комьюнити, вкладка сообщества на ютюбе, на своем канале. Иногда там делаю всяческие посты и провел там опрос, на мой взгляд, репрезентативный с точки зрения, по крайней мере, количества участников. Огромное спасибо всем, кто участвовал, комментировал, лайковал этот пост. Лайковал, лайкал, наверное, все-таки. Но тема была и основной вопрос заключался в том, на что обращать внимание при покупке шоссейного велосипеда, что будет важнее всего. Я сделал всего лишь 4 пункта, понятно, что пунктов в реальности гораздо больше, начиная хотя бы с самого банального, есть деньги или нет денег для покупки этого самого шоссейного велосипеда. Но слишком много пунктов, если ты сделаешь, то риск повышается того, что люди просто все эти пункты не прочитают, а выберут какой-то первопопавшийся. Или не воспримут всерьез все эти самые пункты. В общем, я не знаю, кто там на другой стороне экрана. И сделал такой вот компромисс, 4 пункта. Первый – это наличие электронной трансмиссии в шоссейном велосипеде. Второй – это дисковые тормоза, наличие этих технологических введений. Потом уже более абстрактное какое-то понятие – это вес. И на четвертом месте – это аэродинамика. Результаты опроса меня удивили. И результаты вы видите, в принципе, на экране. Но давайте обсудим все это. Во-первых, наличие электронной трансмиссии оказался, этот пункт оказался самым маловажным при выборе велосипеда из этих четырех, опять-таки, пунктов. То есть, это не сильно нужно людям. На мой взгляд, это здорово. Я, как пользователь этой самой электротрансмиссии, как тот человек, который записал бесчисленное количество видео по поводу этой электротрансмиссии, могу сказать, что, во-первых, электротрансмиссии не равно электротрансмиссии. Сложные слова. Но есть и ТЭП без провода. Полностью без провода. Никаких проводков, никакого парива, никаких подключений. Все без провода, как мы привыкли. С телефонами, с любой другой техникой. У меня даже сейчас кухонный комбайн управляется с айпеда без провода. Почему такого нельзя ожидать в 2021 году от трансмиссии? Ну, вот как-то так получилось, что только один производитель. Ну, FSA тоже делает, но он нерелевантен на рынке, к сожалению. Или, не знаю, может кто-нибудь из вас пользовался вот этой FSA беспроводной электротрансмиссией. Напишите в комментариях, просто, не знаю, сделайте, пожалуйста, обзор. Он будет первым и единственным русскоязычным обзором на эту группу, потому что это просто экзотика. Но, в любом случае, у нас имеется вот только SRAM, который делает все это без провода. SRAM все больше и больше выигрывает куски рынка за счет своих эксос-систем. В том числе, самый дешевый, самый тяжелый системой, когда-либо известный человечеству. Это новый Arrival Exos делал отдельный обзор. Короче, у электротрансмиссии есть плюсы, но не у всех из них. То есть, у того же SRAM минус то, что не так быстро переключается, как механика даже, или как D2. И это для кого-то минус, для меня это не особо минус. То есть, я не знаю, почему мне нужно на миллисекунду быстрее переключаться. То есть, это не настолько важно для меня. Однако, если учитывать стоимость, да, я полностью соглашусь. Пожалуйста, блин, должно переключаться быстрее всего и вся. Но почему-то не тот случай. Потом, конечно же, стоит по весу и стоит по деньгам. То есть, это в конце концов, это просто удобство. Это даже не плюс. Пока что система автоматизмов в этих электротрансмиссиях, она недоразвитая. Система переключения в D2 тоже, они не всеми используются. Потому что пока что автоматы не угадывают то, что нужно человеку. И это все, ну, на примитивном пока что, пока что, может быть, все изменится уровне. Здесь никаких плюсов относительно механики. То есть, тяжелее, дороже. И только у SRAM действительно есть без провода версия. Следующий пункт, который сразу после электронной трансмиссии шел по популярности, это аэродинамика. Точнее, по непопулярности. Это 10% всего лишь голосов. Людям важна была аэродинамика. То есть, каждому десятому важно было, чтобы велосипед обладал какими-то аэропримочками. И здесь тоже это очень интересно. С той точки зрения, что это шоссейник. И с определенной скорости аэродинамика выигрывает по всем показателям все остальные факторы. То есть, неважно, у тебя там электротрансмиссии, дисковые тормоза, вес. И да, аэродинамика выигрывает с определенной скорости. Но это не так важно людям. Почему? Возможно, люди, в принципе, не достигают таких скоростей, в которых аэродинамические преимущества оказываются чувствительными. Возможно. То есть, покупают шоссейники, крутят педальки, кайфуют. Не знаю, если ветер в спину, то можно разогнаться немножко побольше. А так, не знаю, средние 25-24 пойдет. Тогда, конечно, аэро все шмайра, это действительно нафиг не нужно. Но если гонять со средней 30+, тогда это, в принципе, логично. Это единственный фактор, который бы решал вроде как. Здесь, конечно же, стоит отметить, что всегда было так, что аэро, преимущество, плюс низкий вес, это был абсолютный топ. Было супер аэро, но тяжелый. Было супер легкое, но вообще не аэро. И вот где-то компромисс, где-то посередке, это было самым-самым топчиком. Следующий пункт по популярности, это предпоследние дисковые тормоза. Всего 16% людей считают, что они бы были важными в их выборе при покупке нового шоссейника. Здесь я тоже понимаю 100% людей. Я надеюсь, что я правильно это интерпретирую. Представляю себе такой сценарий использования. Люди покупают шоссейник для, я имею в виду, большинство. Не какие-то отдельно выбранные индивиды, которые гоняются и прочее, а большинство людей, которые делают, собственно, кассу для всех производителей, они катаются по кайфу, они катаются, не знаю, на выходных. Погодка хорошая, прокатиться можно. Им вот эти все дисковые тормоза, ну просто нафиг не сдались. Это просто мертвый вес. Это все круто, конечно. То есть, да, дисковые тормоза работают. Для каких-то сценариев использования даже абсолютно превосходят все остальные системы. Но для большинства они просто нафиг не нужны. Это все равно, что ставить керамические вот эти тормоза от спорткаров на, не знаю, на какой-нибудь сити-кар, на сити-гоу от Шкода или Volkswagen Up, или какие-то смарт-керамику, карбон-керамику или как там она называется. Вот такое, конечно, здорово, да, это лучше тормозит, но нафиг просто не нужно. Вы понимаете вот эту логику, да? Окей, мы приходим к самому популярному пункту, это вес. Я был удивлен, насколько этот фактор был популярнее, чем все остальные. То есть, я думал, что распределение будет поровнее, но вес, серьезно. И это не я создавал 300 аккаунтов дополнительных. Нет, здесь 66% выбрали именно этот фактор. Именно в шоссейном велосипеде. И, если честно, да, могу удивляться сколько угодно, думая, что, не знаю, люди, наверное, туповаты, и им нужно потяжелее, подороже, с дисковыми тормозами, и вес вообще не фактор. Когда ты берешь велосипед за 16 тысяч, новый Мадон, и он будет весить с педальками больше 8 килограмм, вроде вес вообще не важен. Главное, чтобы подороже был, потяжелее, да, такие факторы. Нет, оказывается, люди-то, по крайней мере, мои подписчики, и вот это очень приятно, греет душу, что, да, они выбрали вот именно этот фактор. Странно, что вот аэродинамику больше не предпочли, но тут из двух этих факторов я бы выбрал лично тоже, наверное, вес, потому что, не знаю, если бы у меня уровень был повыше, там тот же самый FTP, ну, 4,5-5 даже ватт на килограмм веса тела, тогда мои обычные покатушки были бы на где-то средние 200 ватт. И да, я от аэродинамики имел бы больше всего. Я бы выбрал аэродинамику versus вес. Желательно и легкий, и аэродинамичный, конечно. Но если бы вот нужно было выбрать из этих двух факторов. Но большинство, они люди, которые не набирают этих магических 30 км в час средний, которые просто катаются по кайфу, им от шоссейника нужно что-то другое, чем от маунтбайка, на котором они уже пробовали кататься на обычных дорогах. Это медленный какой-то велосипед, он медленно ускоряется, не держит скорость. То есть накат ужасный, шоссейник реактивный. Просто садишься, это все равно, что вот есть обувь, она имеет металлическую плату на носке, чтобы защитить пальцы, если что-нибудь упадет на производстве. У нас на множестве мест нужно такие носить по закону. Вот, и эта обувь, конечно, тяжелее, гораздо тяжелее. Там вот эти платы, да, сколько они весят, по полкило, наверное, за один ботинок. И вот после смены одеваешь кроссовки, легкие кроссовки, и ты в ногах ощущаешь, что, вау, ни хрена себе, я как будто по облакам бегаю. И здесь то же самое люди хотят ощущать от шоссейного велосипеда versus все остальные. И это же здорово. И да, это были мои пару мыслей относительно этого опроса. Можно было и стрим сделать часами, в принципе, на все эти, по всем этим пунктам могу речи толкать. Но мне будет интереснее всего узнать, как всегда, что думаешь. Ты в комментариях, пожалуйста, оставь свое мнение по паре пунктов, и по одному пункту, по всем пунктам. Огромное спасибо. До свидания.